Маленьким Раде и Бэхе всего полгода. Тверской манеж первый, на который они вышли репетировать. Именно у нас в гостях малыши стали осваивать азы дрессуры, например, самокат. Он дается не так уж легко, но за успешное катание дрессировщики не скупятся на вкусные награды. Давай, 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 сама, сама, давай. Вот, молодец. Дебютировать на настоящем представлении в Твери малыши уже не успеют. Слишком многому еще предстоит научиться, а в Твери осталось всего три выступления. Но когда-нибудь они снова вернутся сюда, уже настоящими артистами. А пока зрители радуют их старшие коллеги. Репетируют мишки с утра и до обеда каждый день, отдыхая только по понедельникам. Ведь на представлении все должно быть в лучшем виде. Они даже могут отличить репетиции это или представление. Они совершенно себя по-разному ведут. То есть репетиции, они могут быть сонные такие, ходят, ну не знаю, как люди, вот очень честно похожи характерами. А в представлении они всегда ходят широко расправив плечи, вот так с лапы на лапу переваливаются. Работая с медведями важно не забывать не только о сахаре и печенье, но и о словах одобрения. Ведь звери чувствуют настроение дрессировщика всегда, рассказывает Александр Филатов. Впервые бурых медведей на манеж в качестве полноценных артистов вывел еще Валентин Филатов в 1949 году. Вот уже пятое поколение цирковой династии продолжает работу с этими животными. Мишки жонглируют, катаются на велосипедах и квадроцикле, боксируют, танцуют, брейк-данс и даже поют. Помимо них, гостей цирка Филатовых ждут встречи с веселыми клоунами. Экзотические животные в номере зоосад, верблюды и собаки, дикобразы и ламы, и великолепные пеликаны, которых в цирке можно встретить нечасто. А еще шоу аргентинских попугаев, эквилибристы и акробаты, семейка магов и многое другое. Мы всегда отдаемся полностью зрителю и хотим, чтобы по максимуму зрители пришли к нам. Вот знаю, что на одной из представлений всего осталось 50 билетов, поэтому прям старайтесь успеть попасть к нам в цирк, постараемся удивить вас вообще всем, чем сможем. В прошлый раз знаменитый цирк Филатовых приезжал в Тверь 4 года назад с новогодней программой. Как скоро он снова сможет вернуться на Тверской Манеж неизвестно, поэтому желающим познакомиться с четвероногими артистами и другими чудесами лучше поспешить. Заключительные представления пройдут в пятницу, субботу и воскресенье. Катерина Рыжова, Антон Чечен, ТВ Тверь.